Ребятки, всем привет! И у меня в магазине легендарный сундук. Это второй сундук после того, как ввели эти ежедневные акции. Первый я уже открывал на видосы, это второй сундук. И, ребят, я не мог пройти мимо, потому что мой аккаунт всё ближе и ближе подходит к фулл прокачке. У меня уже все команки доступны до максимума, все рарки доступны до максимума. Ну, за исключением летучки, новых карт, которые недавно добавили, да, и вот этой бочки. Всё остальное по максимуму. Эпики уже на грани, уже седьмые эпики и некоторые почти наполовину прокачаны до восьмого. И, естественно, легендарки я прокачиваю тоже постепенно, и они уже у меня скоро будут все четвертого уровня. Поэтому новую легу я не мог пройти мимо и обязательно сейчас открою сундук этот на видос. Вы обязательно влепите лукас и подпишитесь на канал, дабы мне выпало что-то годное. Я готов, в принципе, поехали 500 гемов. А, кстати, ребят, если вы тоже хотите, да, покупать сундучки леги в магазине, но у вас нету гемов, нету золота, вы можете зайти на сайт ClashKings, там можно недорого открывать сундуки, недорого продаются гемы. Я лично пользуюсь этим сервисом, поэтому ссылочку оставлю в описании, заходите, поднимайте ваш баланс и донатьте в игру. Ну что, поехали, откроем сундук. 500 гемов. Итак, какая лего, какая лего, какая лего мне выпадет? И это кладбище. Стоп, если не изменяет мне память, кладбище, да, уже четвертого уровня. Ну ничего, ничего страшного, конечно, я бы хотел не кладбище, я бы хотел, конечно же, бревно, которое у меня вот-вот уже скоро будет. Четвертого левела, да? Да, вот уже скоро. Либо я хотел бы, конечно, бандитку, шахтера, в общем, те карты, которые еще не четвертые, но вот-вот-вот скоро-скоро будут, да? Вот. Еще такой момент. Вообще, я не расстроился, потому что любая лего, которая падает, она идет мне в коллекцию, в копилочку постепенно. Тут уже осталось реально, ну, может, еще год, и у меня уже леги будут хоть несколько пятого уровня. Я на это надеюсь. Ну, может, еще подзадоначу немножко. Посмотрим. Гранды буду катать, естественно, фармить. Я постоянно покупаю леги в магазине, как только они появляются, сразу по одной леги покупаю, и золота у меня достаточно. Поэтому, ребят, ну, думаю, что скоро, конечно, ближайшая лего, которая будет у меня пятого уровня, это Дровосек. Смотрите, уже 5 из 20 карт. Ну, еще долго, на самом деле. Так, давайте покатаем глобал. Ребят, я даже не знаю, какой колодой сыграть в глобале. Можно было бы, конечно, с кладбищем, но я что-то не уверен, что с кладбищем у меня получится, и что-то годное будет. Давайте посмотрим. Я... О, даже не буду смотреть Тиви Рояль. Я предлагаю поиграть с Хогом. 4 300... 4 300... 4 300 кубков начало сезона. Я думаю, что будет интересно. Хотя я, наверное, возьму следующую каточку Голема, наверное. Так, 12 уровень подбирается. Ага. У меня есть сборщик. Сразу предположение, что это 3 мушкетера. Вижу обычного мушкетера, и пока понятия не имею, что это, предлагаю выбросить фаер на сборщик. Так. Блин, вот как назло у меня не было Хога вначале. Да, так бы хорошая была атака. Сейчас будет уже второй сборщик эликсира у него. Я так думаю. Да, скорее всего. Давайте. А, даже так. Ну, это, скорее всего, ребят, Гигант, либо Голем. Не знаю. Посмотрим сейчас. Валькирия. Ух ты, какой, блин, страшный. Ну, давайте сплетанем лучниц. Сплетанем лучниц. Приготовим рыцаря. Куда еще подкинет юнита какого-то, туда рыцаря выброшу. А если ничего не подкинет, то значит, ну, что, туда не буду ничего подкидывать тоже. Да, он ничего не подкидывает. Окей, тогда будем строить атаку. Блин, цикл, конечно, ребят, у меня ужасный. Все, поехали. Так, готовим шарик огненный. Давай, дружище, давай. Я знаю, у тебя что-то там интересное есть. Ладно, выбрасываем фаербол. Хотя, в принципе, я думаю, без фаера бы мы снесли его вышку. Если закинет шахтера, то... Ага, ну, тогда лучниц. Тогда лучниц. Здесь у нас пойдут гоблины. Отлично. Так, у него еще шахтер есть, я знаю. Давайте ледяного духа, дабы точно уничтожить гигантского скелета. Пока все изи. Но я не понимаю, что у него за колода. Чем он атаковать будет? Просто шахтером? Так. 12 секунд, даже уже 10 до двойного эликсира. Я предлагаю, в принципе... Он сейчас опять будет ставить сборщик. И предлагаю сразу же перейти в атаку. Хок плюс рыцарь. Давайте шахтера. Далеко выбросил. Я немножко затупил стернадо. Вы уж меня простите. Далеко выбросил шахтера. Я хотел активировать главное здание. Ну, да, в принципе, он там много урона не нанес. С 1200 хп остается у нас на правой башне. Так. Ведьма идет на нас. Но я думаю, сейчас будет гигантский скелет. И он начнет подкидывать все, что у него есть. Так. Теперь у нас есть рыцарь. Рыцарем вот так вот отвлекаем. Давайте так. И вот так. Хорошо. Сюда фаерболл забрасываем. С гоблинами отвлекаем его гигантского скелета. И, в принципе, задефались. Хорошо, что у нас есть торнадо. Это вообще прекрасно просто. Так. Пошел хог. И пошел ледяной дух. Даже вот здесь вот выброшу лучниц. Приготовлю зап. Ну, мне так кажется, что он уже не будет атаковать. Не будет дефаться. Да. Поэтому. Ну, я за 5 секунд не успею. Но подкину еще последнего хога. Мало ли. Да. Ну, не хватило. Я думаю, что еще секунды 4 бы. И даже 3. Может быть, я успел снести. Плюс 30 кубков. Неплохо. Достаточно странный персонаж подобрался, на самом деле. Колода у него вообще непонятная. Я вот думаю, сыграть, может быть, с големом. Нет. Все-таки продолжу с хогом. Давайте еще пару онлайн-каточек. Посмотрим, какие же тут в начале сезона противники мне будут подбираться. Пока я, честно, очень удивлен, что так было легко. Ну, это первый поединок. Сейчас на втором я, конечно, залажаю, как всегда. Так. Пламенный дракон. Неужели это лава или мега-рыцарь с хогом? Ладно, посмотрим. Может, это вообще байт на зап и это спарки. Не, ну, камон. Я так не рассчитывал. А, ну, да. Это хог плюс меганайт. По-моему, кривое торнадо. Да. Кривое торнадо. Но хог активировал главное здание. Это прекрасно. Так. Так. У парня, смотрите, есть и фаербол, и фриз. Поэтому очень опасный. Надо быть поосторожнее с ним. Но он много эликсира потратил. Наде... Я не знаю. Я такой карты не видел сто лет. Серьезно? Ее кто-то еще использует? Башня-бомбежка. Это самое непопулярное здание дефа в этой игре. Самое-самое-самое. Кто ее вообще использует? Ребят, напишите. Вы используете башню-бомбежку? Мне интересно. Есть такие люди? Блин, ну, надгробие, инферно, пушка. Да сколько классных карт, неужели? Так, ладно. Не об этом сейчас. Давайте. Нам надо оттачить. Фаербол. Окей. Мне плевать. Я сразу иду в атаку слева. Мне самое главное теперь как-то задефать пламенного. Так. Так хочется туда выбросить фаер, ребят. Либо запнуть. Но я боюсь сейчас много тратить эликсира. Блин, пламенный четвертого уровня. Долго живет. Я боюсь много тратить эликсира, потому что могу потом не отдефаться. Делаем сплит лучниц. Делаем сплит лучниц. Капец, что за колода? Варвары. Башня-бомбежка. Начало сезона. Начало сезона. Тут динозавры такие играют. Я в шоке. Блин. Я вот даже жалею, что сейчас выбросил Хога. Там еще и маленький дракончик. Ни хрена себе. Так, давайте здесь ледяного духа. Чтобы Хог пару тычек сделал. Отлично. Здесь сплит лучниц. Так. Я не знаю. Давайте просто гоблинов. Просто гоблинов. Может быть он сольет башню-бомбежку. Нет. Он не сливает. Окей. Тогда я иду сразу же в атаку. В принципе, там уже можно фаерболами добить. Но мне что-то подсказывает, что противник мой сдался. А, нет. Что-то он долго тупил. Но это победа. Это победа. Я удивлен. Он только один раз Хога выбросил за всю игру. Так. Но если бы еще не мое кривое торнадо. Так, давайте здесь гоблинов. И Хог даже тычки не делает. Рыцаря. И Хога еще забрасываем. Опять же кривой, как всегда. Но это же я. Я люблю тупить. Фаербол. Зап. Конечно, варвары неожиданно были выброшены не на то место, куда я планировал. Но в целом я доволен. Без комментариев, ребят. Без комментариев. Колода. Колода просто жесть. Башня-бомбежка. Ну, последнюю каточку давайте. Я не знаю, может с какой-то другой колодой. Но ладно, начал с Хогом и закончу с ним. Поехали. Я люблю эту колоду. Но только... Блин, меня бесит, когда я играю против такой же деки. Когда я играю... Вот мне нравится против трех мушкетеров играть. Против големов сложно. А против трех мушкетеров вообще так прикольно. С Торнадо вообще. Разных куча финтов. Так, поехали. Гоблины. Рыцарь. Хог. Зап. Наперед. Мне кажется, это тоже колода с Хогом. Вот. А может и нет. А может это вообще колода с... Я даже не знаю с чем. С этим. С арбалетом. Да, может быть с арбалетом. Рыцарь. Рыцарь, спасай, дружище. Ух ты, 500 хп осталось. Капец. А чем мы там Хогом снесли столько? Прикольно. А мне кажется, это арбалет, ребят. Или что это? Ну... А, я забыл, что есть еще такая карта. Ну давайте Хога справа. Я не знаю просто, что мне выбрасывать. Мне нужно как-то цикл крутить. Крутить. Так, бревно, естественно. Там есть зап, стрелы, фаербол, молния. Все подряд. Потому что Коргик. Коргик должен быть со спылами в колоде. Очень много их должно быть. И тяжелые, и легкие спылы. И по нескольким видам в колоде. То есть, ну это... Меня это вечно бесило, когда я с трема-мушкетерами играл. Теакс. Ледяной дух. И рыцарь. Отлично. Так, 500 хп вообще не проблема добить. Проблема в том, что я еще не знаю его... По-моему, он одну карту не спалил еще. Или спалил. Я что-то не считал. Так, ну мы забираем. Забираем его башню левую. Так, теперь вот подумать надо. Подумать, что куда выбрасывать. Я думаю, что знаете, как нужно сделать? Нужно выбросить фаербол плюс зап. И вот так вот сделать. Да, конечно. Немножко тупо, на самом деле. Блин. А если вот его не дефать? Смотрите, он дамажит. Ему плевать. Он такое ощущение, что бессмертный. Серьезно. Ну что, у нас проблемы. У нас проблемы появились. Нам теперь нужно как-то... Ага, поизон. Хорошо. Нам теперь нужно как-то его правую башню снести. У нас, блин, цикл. Я не могу прокручивать цикл. Помогите. Пошел у нас хок. К сожалению, не достаю я фаерболом по всем юнитам. Так, здесь у нас ледяный дух. Здесь у нас лучницы. Так, отлично. Здесь у нас рыцарь. Так, у него поизон, да? Окей. Пошел у нас хок. Так, сейчас выйдут духи. Я выброшу гоблинов. Вот они, духи. Я выбрасываю гоблин. А хотя бессмысленно я выбрасываю гоблинов. Толку с этого нету. Ну, что я могу сказать? Скорее всего, будет ничья. Либо я проиграю. То есть, ну... Вы понимаете, да? Что я как-то там затупил. Вот когда дефал Коргига, такую... Такую вообще дичь сделал. Вот. Так. Мега муху убить. Мега муху уничтожили. Отлично. Че он Коргига не выбрасывает? Я это не понимаю. Я не могу никак крутануть цикл карт. Так. Коргига вот сюда мы отправляем на главное здание. Так. Здесь дефаемся рыцарем. В принципе, ничего пока опасного нету. За исключением того, что там еще мы мушкетера не уничтожили. Рыцаря не уничтожили. Вот. А так в целом все хорошо. Мне приходится сейчас, ребят, отвлекать рыцаря хогом. И представляете, насколько все плохо. Так. Здесь давайте гоблинов. 28 секунд. Жесть. Че так долго? Время идет. Так. Он потратил бревно. Давайте крутить цикл. А что? У нас выбор есть. У нас нет выбора. Так. Пошел хог. Пошел хог. Так. Рыцаря не сливаем. Рыцаря до последнего держим. Держим, держим рыцаря. Вот сюда рыцарь. Давай Коргига. Он не хочет Коргига выбрасывать. Но это ничья, да? Да. Но если бы он выбросил Коргига вот здесь, с центра, то он вообще им не пользовался практически. Я не понимаю, зачем он ему. Ну, тут я затупил. Главное, не проиграл. Да, это главное. Да, хотя мне, в принципе, в начале сезона вообще плевать на кубки. Давайте прорекламирую свой клан. Если что хотите, заходите. Будем в топ идти. Поможете нам. У нас альянс с кланом, извиняюсь, 11-11-1017. Если что, не попадаете по критериям в наш клан, то заходите в их клан. В общем, буду ждать вас, ребят. Хочу вам пожелать удачи. Хорошего вам всем настроения. Подписывайтесь на канал. Ждите мои новые видео. Пишите в комментах, какие вы бы хотели видеть еще колоды. И какие еще видео. Все, ребят. Спасибо всем. До новых встреч. Всем пока.